Добрый день! Вас интересует анорексия? Вы ищете, как провести лечение анорексии? Ну, анорексия это тяжелое патологическое состояние. Это даже не болезнь. Это патологическое состояние, которое возникает в организме человека, который не знает такую простую вещь, как правильное питание. И вводит в свой организм длительное время количественно ограниченную и качественно неполноценную пищу. В результате возникают дистрофические изменения в любых органах. Очень часто в дистрофию попадают после лечения другой крайности под названием ожирение или избыточная масса тела. Вот когда лечение ожирения проводят не через правильное питание, не через улучшение усвоения компонентов пищи и увеличение скорости обмена веществ, при котором естественным образом сгорают лишние килограммы, и человек восстанавливает нормальную массу тела. А когда лечение ожирения или систему похудения, в ней находятся вещества, которые нарушают работу пищеварительной системы, или подавляют аппетит, то таким путем нарушается усвоение пищи. Да, вы вводите пищу в свой организм, вам гарантированно говорят, никогда не поправитесь. Конечно, потому что пища уходит добросовестно в канализацию. Клеткам она не достается. На клеточном уровне развивается дистрофия. В первое время человека еще много, а дистрофии уже там есть. И это проблема, почему? Потому что следующей попыткой вот таким вот образом снизить вес будет больше отравления, нарушения самочувствия, а вес не снизится. Беда в другом. Нарушив работу пищеварительной системы, вес действительно снижается, доходит до желаемой точки. Но кто вам ее здесь реабилитирует? Кто вам здесь восстановит? Ведь вы, снижая вес дальше, вы радуетесь, как дети. Потому что вес, наоборот, даже стал больше. Я достиг большего результата, чем хотел. Беда в том, что радость исчезает, когда процесс снижения веса продолжается. И вы попадаете в дистрофию. А дальше, когда дистрофия со стороны мозга, вы попадаете в депрессию и в апатии. Вот здесь возникает вот та самая анорексия. Да, тут есть субстрат для лечения психологу. Но психолог не диетолог. Психолог не гастроэнтеролог. Анорексия, психолог не фитотерапевт. Он может убедить человека съесть какую-то пищу. Вопрос в том, что эта пища попадает в желудок кишечник, полоцена там не переваривается, бродит, гниет. Продукты брожения, гниения попадают в кровь. Должны отфильтроваться печенью. А в печени тоже дистрофия. И вот этот ёршик токсинов попадает к мозгу. Человек говорит, нет, я не могу это есть, мне от него плохо. Вы знаете, а здоровье – это 20-40 наименований продуктов в сутки, которые должны легко и просто попасть в организм, полноценно перевариться, усвоиться. Вот тогда человек будет здоров. А находясь в состоянии анорексии, человек выбирает несколько продуктов питания, от которых легко, да, его пищеварительная система смогла их переварить. Да, он что-то получил, какие-то компоненты накапливаются. Но это неполноценное питание. Невозможно на нескольких продуктах питания составить сбалансированный рацион. Это утопия. Поэтому лечение в кабинете психолога – это хорошо, это правильно. Но параллельно у вас должен быть врач, который понимает, как реабилитировать, как восстановить пищеварительную систему. Вот только союз психолога и диетолога-фитотерапевта даст возможность выйти из анорексии. Причем с минимальными последствиями. Почему? Потому что чем дольше продолжается анорексия, тем больше и дистрофические процессы развиваются во всех жизненно важных органах. А дистрофические процессы мышц и сердца, миокардио-дистрофия – серьезная проблема. Я не знаю, может быть, лучше вы считаете, что дистрофия в печени или в почках в органах фильтрации, а печень – это метаболический мозг, там дистрофия – все. Проблем много. И пока вы не поймете, что лечение анорексии, лечение дистрофии – это комплексное лечение, вы не сможете полноценно выйти из этого процесса. Вы не сможете накопить достаточную массу тела и жить, вернувшись в какое-то состояние здоровья. Почему говорю в какое-то? Потому что дистрофические изменения в органах, их очень сложно устранять. Поэтому, если вам необходимо, вы действительно интересуетесь, как лечить анорексию, как восстановить, как вывести из той дистрофии, которая есть, обращайтесь. Я врач-физотерапевт, диетолог Борис Качко. Помогу вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!